На протяжении двух месяцев в Татарстане обучаются школьники из Лисичанска. Они готовятся к сдаче единого государственного экзамена под чутким руководством учителей университетской школы Казанского федерального университета. По словам самих учеников, им уже удалось существенно продвинуться и укрепить свои знания по многим предметам. Однако важнейшим направлением, требующим особого внимания, остается изучение русского языка. Ребята очень быстро освоились в школьном коллективе, подружились с учащимися 11-го А и 11-го Б. Они общаются не только на уровне каких-то школьных мероприятий, но и вне школьной обстановки. Мы сначала разбирали отдельно все тестовые задания, постарались их научить писать экзаменационное сочинение. Сейчас отрабатываем уже полностью все варианты, они прорешивают. У кого-то получается, у кого-то не очень. Совершенно другие стандарты, но здесь мы стараемся, активно готовимся к ЕГЭ. После уроков остаемся на дополнительных занятиях, с учителями прорешиваем варианты ЕГЭ. Стараемся, благодаря тому, что нам приобрели учебники по ЕГЭ, дома в свободное время мы прорешиваем варианты. Школьники не только усердно готовятся к предстоящим экзаменам, но и активно участвуют во внешкольных мероприятиях. Так недавно гости из Луганской республики познакомились ближе с местными традициями. Побывали на импровизированном татарском празднике Сабантуй, прошедшем в стенах университетской школы. А также своими руками попробовали приготовить национальное татарское блюдо «Эчпочмак». В организации «Досуга для ребят» принимают участие еще и городские культурно-спортивные учреждения. С момента своего приезда в ЕЛА Бугу школьники смогли познакомиться с несколькими экспозициями Государственного музея-заповедника, а также приняли участие в праздновании широкой масленицы. Любители спорта тоже нашли себе занятия по душе. Например, можно посетить занятия по боксу на базе спортивной школы номер один под руководством опытнейшего тренера, мастера спорта Константина Балабанова. Видно, что без практики, что ранее не занимались никогда боксом, единоборствами. Занимаются и потихонечку ставлю с ребятами, которые более опытные, наработки в парах. Думаю, что если дальше будут так заниматься усердно, то и будут какие-то результаты, возможно, разряды выполнят. Вообще очень насыщенная спортивная жизнь. У нас также есть плавание, спортзал мы тут ходим. Мы познакомились уже с елабужскими ребятами, с нашими пацанами с Лисичанской, при Воле, ходим тоже вместе. В школе все нравится. Спасибо большое за возможность заниматься спортом. Даже находясь вдали от родного дома, ребята поддерживают связь с семьей и друзьями. Причем не только с помощью телефона и интернета. С недавних пор между Елабугой и Лисичанском была налажена почтовая связь, благодаря чему ребята теперь могут получать посылки от своих родственников и друзей. Я получила посылку наконец-то от своей мамы и от папы, конечно. Я очень, не знаю, за этим очень сильно скучала. Запах дома сразу, почерк моей мамы вообще узнаваемый. Давно его очень не видела. Я благодарю, что есть люди, которые нам помогают в этом, связываться как-то с родными таким способом. Екатерина Аскарова, Универньюз.